добрый день вам товарищ красный доктор вопрос от тихона истомина я не знаю может это псевдоним может быть на самом деле но как-то звучит очень патриархально не рассказывайте сказки пролетарии потому и пролетарии что никогда не умели правильно планировать свое время если им с неба свалится дополнительное свободное время то потратить они его в лучшем случае на личный садовый участок и тому подобное а скорее всего не на саморазвитие она деградацию если даже предположить что все массово ринутся повышать свой образовательный уровень то где вы возьмете столько высоко квалифицированных наставников для всех желающих вот как жахнуть среду до срезовом сушки но здесь попахивает социальным шовинизмом что все шариковые ничего с ними сделать невозможно но по себе скажу следующее то есть я сейчас непосредственно занимаюсь организации профсоюзного движения среди медицинских работников среди медицинских работников куча людей с высшим образованием и получается вот как вот этот термин профессиональный идиотизм да когда человек чисто сидит своей специальности и ничего вообще другого не понимает то есть я сталкиваюсь с такой с такой например только что у нас было заключение коллективного договора да то есть во первых людям вроде бы с высшим образованием от коллективного договора зависит их дальнейшая трудовая деятельность именно условия трудовой деятельности в том числе вот за что там зарплата да в капиталистическом обществе конкретно зависит от этого никто не знает что такое коллективный договор никто не знает как за него бороться вообще ничего не знают и как бы сейчас мне не удалось нас непосредственно моем моей поликлинике собрать большинство или ну и не получилось защитить в полной мере то что было написано нашим профсоюзом действия и меня спрашивают ну что проиграл игрен что проиграл возьмите трудовой кодекс откройте вы когда вообще последний раз открывали круг трудовой кодекс со своим высшим образованием вот вопрос опять же высшее образование но откройте вы читали трудовой кодекс никто его не читал посмотрите что там написано что за коллективный договор оказывается можно бороться круглогодично не переставая постоянно то есть там конкретно написано то есть заключили коллективный договор и уже на следующий день можно собрать коллектив и заниматься тем что перри вносить изменения в этот коллективный договор кто в этом знает где разговор даже не о шариковых разговор обо всем обо всех парментальных да да то есть нас например медицинских работников да ну чтобы среди медицинских работников нет алкоголиков да что и цветы и люди никогда не пьют и на дачу не уезжают и шашлыки и только да нету такого естественно вот это свободное время оно нужно всем и вот эти разговоры о том что вот пролетариат вот он ему да и он сопьется мы также медики нам даем и мы тоже сопьемся и вот это вот это просто социальный шевинизм и нам вот например медикам не хватает свободного времени объясняю свободное время для развития вот нас сейчас медиков нагрузили то есть мы вместо того чтобы бороться за то чтобы повышать свои зарплаты мы боремся это своим здоровьем работая по 2 по 300 сейчас охрана щеках 300 часов для нас 300 часов вообще не предел для медиков у нас есть врачи которые выходят на четверо суток подряд то есть вот попробуйте отработать четверо суток у вас не получится и представляете и вот вот таким образом они просто зарабатывают себе на жизнь хотя можно было бы побороться за коллективный договор и совсем по-другому это решить это вот это вот все разговоры пролетариату дайте дайте нам тоже водки мы тоже сопьем еще медики не пьют что но у нас не хватает свободного времени вот банально для того чтобы поучиться и объясняющих свободное время для развития вот сократить сократить на один час прием и вот это время потратить просто на обсуждение пациента у нас вот это давно уже не практикуется во многих поликлиниках чтобы просто обсудить интересного пациента то есть сейчас пришел капитализм пришли страховые компании у нас даже такой есть момент вот мы сейчас обсудим пациента придет страховая компания все это запишет и штраф нам такой впаяет что это мы там делаем с пациентами но даже такие аспекты мы давно уже не обсуждаем этих пациентов что вот так там пять минут где-то там что-то где-то а чтобы вот так это был системный подход так и на предприятиях почему на завод сократили время рабочие остались на один час им рассказали что-то такое рабочие сами но сами рабочие могут друг другу что-то рассказывать опять же здесь поднимался вопрос почему рабочие не могут управлять предприятием почему они не могут управлять ты работаешь вот на этом участке допустим год два десять лет да ты знаешь что на этом участке на этом ты можешь мастер подменить наверняка ты подменял этого мастера у меня мама Кстати, по этой причине, когда идет к доктору, она всегда хочет, чтобы он был не кандидат наук и не доктор наук, а просто доктор. Потому что она боится, что кандидат наук и доктор наук уже давно доктором не работал. У него нет опыта. Поэтому, как раз если вернуть к рабочим, как раз таки удивительно, что люди так считают, что рабочий не может управлять. Он именно лучше знает ситуацию. Ну и как доктор я хочу успокоить население, алкоголиками все не станут. Короче, даже если вас всех начать поить, вот всех-всех-всех, то примерно в популяции алкоголиками становится, опять же, если все начинают пить, испаиваться, популяции становится до 19%. В нашей конкретно, в нашем регионе, в северо-западном, планка 15%. Опять мы не дотянули до международных стандартов. Не, ну почему? Если вы поедете, допустим, в Бурятию или же куда-нибудь к нам на север, то там есть народность, у которых 100%, вопросов нет. Но наша популяция, которая здесь... В России всегда цена регионами, я согласен. Ну вот при сухом законе, при Горбачеве мы уходили на 8% алкоголиков. Это не очень сложно подсчитать по числу увезенных пациентов с Белочкой, сколько в регионе, соответственно, алкоголиков на данный момент. Сколько населения ввезет? Хорошо, значит, за что бороться сейчас? Слушай, вот вчера встречался с одним товарищем, который хочет организовывать профсоюз. Но надо бороться, во-первых, правильно говорили, за свою образованность. Опять же, понимать, как организоваться на любом предприятии. Пусть то завод, пусть то это клиника, поликлиника. Потому что только снизу мы можем изменить что-то, вот поддавить как-то. Поэтому надо организовывать профсоюзы. Как организовывать? Вот вчера я это объяснял с 9 до 0 часов. И то человек уже читал, он был подготовленный, он просматривает лекции Красного университета, он сидит на тупичке Гоблина, он смотрел Попова, Золотова, там подобное. И то вот такому человеку мне пришлось объяснять 3 часа, с чего начать организовать профсоюз. Конечно, надо понимать следующее, что ухудшение положения трудящихся идет, накатывает, накатывает и накатывает. И вы терпите это уже в течение 5, 10, 15, 20, 25 лет. И потратить год на свое развитие ничего не стоит. Но единственное, на что сейчас надо именно обратить внимание, не надо торопиться и вылезать. То есть тут дайте мне флаг и я полезу на баррикады. Не надо. Напишите коллективный договор, поймите, что вы требуете. Соберите под этот коллективный договор именно весь коллектив, ну там 50% хотя бы, и тогда выступайте. Вот этот нюансы почему-то не понимают. То есть вот на этом бы хотелось бы точно остановиться. Но еще раз говорю, год по сравнению с тем, что у нас уже было и что у нас еще впереди ждет ухудшения вообще. Но вот последний тренд тоже опять не замечен, да, остался. Насколько мы скатываемся в неизвестность, да. Значит, объявили совсем недавно страховые компании, что в Пензии, ну вот разметал даже Пенза и Петрозаводск, да. Получается, там страховые компании будут брать штрафы за ложный вызов скорой помощи. То есть к чему это приводит? Я просто рассказываю, как это просто, вот какая будет цепочка. Того, кто вызвал. Ну, сбраться в скорую помощь, ничего не есть. Ну, просто объясню, какая цепочка. То есть как мы от Советского Союза уходим, да, вообще в сторону. Значит, кто будет, во-первых, решать, что это ложный вызов, да, какой-то человек. То есть он решил, что вот это ложный вызов бабушка вызвала, да, ложно. Она ложно вызвала три раза. Штраф примерно сейчас вызов скорой помощи стоит от двух с половиной тысяч до четырех с половиной в зависимости от региона. Три раза ложный вызов, да, нету пенсии. Это первый момент. Потом нет бабушки, нету больше ложных вызовов. Бабушка не будет вызывать. Дальше что? Бабушки нету. То есть мы сразу вот какую-то часть населения сразу выкидываем забор, потому что бабушка будет дрожать, что с ней сейчас опять деньги ее последние отнимут. И все, кирдык. Второй момент. Страховые компании сразу же напишут вот этот вот список вот этих вот ложных вызовов. В ложные вызовы идет, например, гипертоническая болезнь, потому что страховик сидит и смотрит. Ага, по поводу гипертонической болезни пациентка обращалась к участковому врачу, ей назначила лечение, и она этого лечения не принимает и вызывает скорую. Ложный вызов? Ложный. Таких можно у нас, вот я скажу по статистике, примерно вот этих неотложных, что может лечить участковый врач, будет 70% этих вызовов. То есть, скорую сократят на треть, так как у нас в году примерно 46 миллионов вызовов в год, на треть сократили, умножили на 2,5, примерно 82 миллиарда экономии. Классно, классно. Потом КПРФ выступит с тем, что народное хозяйство тратит. И сейчас, вы понимаете, да, то есть, вот они сейчас продвинут это, мы опять это все пропустим, и вот это одно из завоеваний социализма, когда медицинскую помощь приближали к населению, было все равно, сколько там народу живет в этой деревне. Они должны все равно были поставить там облаторный пункт, там была обязательно, и никто не спрашивал, сколько это стоит. Это помощь была. Сейчас мы откажемся еще и вот от скорой помощи, и будет как в Америке, не вызывайте мне скорую помощь, потому что я ее не потяну. Это к этому и придет. А сейчас это вот, сейчас это вот, вот только что это появилось в сети Пенза и Петрозавоз. Где Пенза, где Петрозавоз. И это, я так понимаю, пойдет по кругу и сожмется. Вот она экономия, вот она сейчас опять на социалке и на экономия. Уже как бы развалили все, сейчас вот будут доить очередной раз со всей социалки. Поэтому, товарищи, еще раз говорю, объединяйтесь в профсоюзы, обращайтесь к нам. Я непосредственно председатель инициативного комитета, потому что проявляем инициативу вся партия. Но выходите на меня, мои все координаты есть. Подскажу, объясню, направлю к нужным людям. Ну и вообще, я представляю фонд Рабочей Академии, который как раз этим и занимается, соединением именно партии с профсоюзным движением. С рабочими через это профсоюзное движение. Товарищи, обращайтесь, поможем во всех ваших начинаниях. Спасибо, товарищ Бобинов. Спасибо. Спасибо.